Если до начала чемпионата мира по футболу в России осталось чуть больше четырех дней, то Казань примет его на два дня позже. 16 июня свой первый матч на Казань-арене сыграет сборная Франции и Австралии. И в этот день в столице республики ожидается прибытие двух тысяч туристов. Но на протяжении всего чемпионата в Казани побывают 200 тысяч гостей. К их приезду город практически готов. Радовать глаз туриста должно все. Архитектура, достопримечательности, сервисы и, конечно, люди. Казань утопает в цветах и зелени. Высажены 19 тысяч квадратных метров цветников и 4 тысячи деревьев. Праздник футбола для многих станет и праздником живота. 104 пункта общественного питания получили специальную наклейку качества. Это значит, там есть татарская кухня и говорят на английском. Есть утвержденный, так скажем, нами внутренний список в сети. Учреждения, которые по тем или иным причинам приняли решение не выполнять его в стопроцентном объеме. Мы не можем брать на себя ответственность именно делать отдельные рекомендации. Многое сделано, но кое-что еще предстоит. 15 июня откроется общественное пространство набережной озера Кабан. А вот зона болельщиков у Чаши уже готова. Причем для развоза туристов подключат дополнительный транспорт. Будет задействовано почти 400 автобусов, 200 трехсекционных трамваев, 29 троллейбусов, в том числе 100 дополнительных автобусов по проспекту Ямашево и 10 троллейбусов по улице Одорадского. Мундиаль еще не начался, а туристическая полиция и волонтеры уже на службе. Главное испытание для них, по мнению Ильсуры Медшина, это фан-фест. 25 тысяч человек, работа с 8 утра и до 2 ночи. И так до финала чемпионата. Люди не должны уставать, должна быть подмена. При всем нашем опыте, вот такой нагрузки и такой ответственности в течение месяца нон-стоп, без единого выходного, мы еще не проходили. Главной репетицией перед фестивалем болельщиков станет День России. Попасть на праздник у Центра семьи Казан сможет любой желающий. Сергей Хайдаров, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин.